Ситуация складывается сложно. Будут атаковать наших туристов, будут атаковать всех, кто говорит по-русски, и пытаться вызвать через это недовольство внутри России. Скажете, что это что-то новое? Нет. Я вам напомню старую добрую штуку, которую они применили в 90-е годы. Советский Союз, власти коммунисты. И только это является причиной нелюбви к нам всего мира. Стоит отбросить коммунизм, влиться в общее человечество, и все, и золотой век, и у каждого Мерседес, жвачка, джинсы, дом, поездки, и все. Но помните все, что нам либералы-то рассказывали. Мы действительно поверили в это, что исключительно из коммунизма у нас какие-то антагонистические отношения с Западом. Отказались от коммунизма, заодно от армии, флота попытались отказаться, сдали всех союзников, распустили Варшавский договор, распустили Блок СЭФ, отдали все и вся, включая, например, Нельсона Манделла, который в тот момент, мы его поддерживали, американцы поддерживали апартеид. Он к власти приходил, Горбачев сказал все отдать, и отдали его Западу. Сейчас то же самое они разыгрывают, то же самое, только как бы заход с другой стороны. Но смысл такой, откажитесь от того, что у вас сейчас есть, от того курса, от суверенной политики, откажитесь от поддержки национального лидера, и все будет опять хорошо. И сыр на полках, и нападений не будет, и, глядишь, и доллар понешевеет. Мы с вами должны понимать, что меняется фразеология, а смысл «предайте сами себя» остается тот же самый. И мы с вами прекрасно знаем, что когда мы предаем сами себя, из этого никогда ничего хорошего появиться не может. Потому что когда мы отказались от Советского Союза в 1991 году, последствия наступают до сих пор. Вот война в Сирии сегодня, где мы вынуждены поддерживать Башарасада, уже используя нашу авиацию, это следствие распада Советского Союза. Когда был Советский Союз, никто не смел Сирию таким образом уничтожать. Сегодняшние обстрелы Донецка, гибель там детей, ранения взрослых, вот разрушение, это все следствие разрушения Советского Союза. Поэтому когда мы в очередной раз скажем, что Советский Союз был разрушен бескровно, кровь льется до сих пор.